сегодня мы готовим суп из чечевицы но внимание не спешите перелистывать вот я сам честно сказать недавнего времени относился к супу из чечевицы но как-то вот сразу же его не обращал внимания но тут в общем я пригласили на тв-центр на телеканал сегодня мы приготовим итальянский вариант блюда вместе с шеф-поваром алексеем шаровым алексей доброе утро доброе утро мы все туда прям сразу забрасываем и тушим и сельдерей тоже я туда отправляю красивая смесь получается вообще насколько я знаю это чечевица входит в средиземноморскую кухню или нет мне кажется такая интернациональная вещь потому что если мексиканские супы из чечевицы есть и восточные ну как вот кавказские блюда чечевицы такой интернациональный продукт ну тема чечевица и я нашел рецепт начал копаться для того чтобы не идти туда с пустыми руками неподготовленным я его сделал дома и все ну то есть это любовь с первого взгляда итальянский суп из чечевицы мне просто очень понравилось я сейчас быстренько промою чечевицу в воде и заложу чтобы она варилась и буду представлять все продукты которые потребуются нам для этого супа 450 грамм пачечка хватит на 6 литровую скороварку или на 6 литровую кастрюлю промываю холодной водой значит я взял такую веселую оранжевую чечевицу ее много раз промыл если она будет крупная то можно варить скороварки прямо закладывать ее скороварку да как она у меня совсем мелкая я ее просто сейчас солью и заложу в кипящую воду в кастрюлю в подсоленую воду чуть-чуть подсолю воду чтобы сама чечевица уже сварилась подсоленной сейчас будем тушить сковородке все вот эти овощи все ингредиенты и тоже будем его подсаливать значит для этого нам потребуется большая луковица я вот взял экзотическую такую белую луковицу это 1 2 2 перца такие заостренных подсолнечное масло простое 3 таких вот братца болгарских перца оранжевых веселых острый перец значит итальянские травы итальянские травы ну куда без них обязательно чеснок достаточно много чеснока но он небольшой такой крепкий чеснок петрушка укроп укроп нужен больше нужен для не в сковородку а в тарелку а вот петрушка нужно в сковородку и большая морковь морковь должна быть действительно большая тимьян тимьян веточки такие тимьян они продаются во многих магазинах или в пакетиках продаются такие зернышки тимьяна вот это тоже нам потребуется я беру перец горошком и прямо перед чтобы он был ароматный прямо вот так вот его в ступке перемалываю пармезан его тоже не надо естественно в классе не тут не в кастрюлю его в каждую готовую тарелку поэтому кто постится кто не ест пармезан не переносит его на дух или у него может аллергия на сырые какие-нибудь дорогие итальянские то можно его не использовать а прямо отдельно вот это все принимать когда вы будете готовить нужно обратить внимание чтобы что вы будете это все перемалывать с одной стороны перемалывать блендером первое второе содержимое сковородки должно быть само по себе вкусным обязательно то есть вот мы мы просто его будем откладывать отдельно в отдельную тарелочку часть его часть перемешать перемешивать будем блендером перемалывать а другая часть будем откладывать в отдельную тарелочку поэтому надо обязательно следить чтобы содержимое сковородки было съедобным наподобие заготовки или лечу берете накладывать ложкой там все чтобы было красиво до точности не обрабатывая потому что ну все равно будем перемалывать да но в это было съедобно красиво примерно так вот так наливаю сюда масло ставлю на огонь то же самое мы делаем с перцами заостренными и с острым перцем если вот такого нет перца ничего страшного добавьте болгарский один вот лучше резать вот так вот когда шкура внизу раз шкура твердая в некоторых случаях надо шкуру сдирать совсем в некоторых большинстве случаев я это не делаю андрею вадимовичу понравилось как я режу этот же перец недавно был у него в смаке он так смотрите профессионально все делать в практике вот тут стоят помидорки тикают как томатный суп итальянский без помидор вообще вот они здесь у меня в украшательстве везде лежат прямо перед носом думаю надо бы не забыть ну и конечно вылетело все скоростью быстро быстро сегодня с утра уже сбегал там магазин кучу всего накупил на на ближайшие выпуски так что 500 супов мы сделаем но я еще буду делать свои любимые какие-то может быть блюда в ближайшее время появится салат греческий так как я ел его в греции потому что как я не приезжаю в россии все время дадут какую-то ерунду просто магазине ерунду в кафе ерунду ужас просто вот в греции называется деревенский салат готовят его понятно четким способом только был в греции знают что ничего общего греческий салат не имеет с нашим российским салатом когда туда непонятно чего навалят огурец помидоры и какой-то непоганый сыр там много ингредиентов интересных и тонкостей я отправляю лук и перец перец заостренный перец острый значит нарезаем помидоры достаточно так довольно мелко а так как сейчас у нас ранее но весна уже апрель еще снег не сошел поэтому помидоры у нас сами понимаете особо тут аромата не найдешь поэтому две ложки томатной пасты туда ну и соответственно в качестве еще одного ингредиента мы добавим сахар тростниковый столовую ложку одну помидоры и автоматную пасту закладываю сковородку осталось только обработать итальянские травы чеснок добавить туда сахар дробленый перец черный и тимьян сейчас вот я эти пенечки так вот раз очищу пенечками не надо пенечками лучше спасибо вам большое за за пожелание за поздравление с рождением сына и большое спасибо за пожелание за все что вы мне написали я передал и не своей жене то есть вся наша семья выражает вам глубокую благодарность за такое огромное количество добрых слов вот мишка у нас растет есть хорошо прибавляет весе вот да кстати мы на днях едем в столицу там у нас будет съемки программы в клубе Михаила Кожухова у нас там будет кулинарный вечером с Юрием Кабалаза приглашены гости и мы будем монтировать снимать и монтировать эту программу я там буду готовить харчо мы будем чикмерули готовить и пхали пока такой список продуктов там будут гости и уже со звуком с профессиональными камерами мы будем готовить поэтому в ближайших выпусках ждите и смотрите выпуск посвященный грузинской кухне с душой компании Юрием Кабалаза ну что пошли закладывать все содержимое в сковородку переходим к плите вот все уже все уже все готовность девяносто четыре и семь десятых процента значит сюда добавляем итальянские травы где-то пол столовой ложки ну чайную ложку потом столовую ложку сахара чеснок смотрите вот он чеснок сухой вот такой вот тимьян посмотрите видите все красиво и дробленый перец вот его тоже достаточно много кладем сейчас это все поженится тимьян чеснок травы сахар все отдаст свою энергию и вкусовые качества в общий состав на мелком огне постоит пропитается все и мы будем соединять содержимое сковородки и содержимое кастрюли я делал до этого чечевицу варил несколькими способами один раз я ее замачивал с вечера и она была почти мягкая второй раз я ее просто варил достаточно долго большую чечевицу третий раз я ее варил в скороварке сейчас я просто взял маленькую чечевицу и пока вот это все делал положил туда и она уже готова она уже все даже ее пилировать не надо она уже почти вся разварилась только она из-за ярко-оранжевой превратилась в бледно-желтенькую сейчас мы вам покажем на внешний вид прямо ну красота все еще минуты 4 подождем когда все здесь потушится и будем соединять все готово содержимое сковородки готово содержимое кастрюли тоже готово все уже сварилось даже вон все для греческого салата это готово значит я беру тарелку и откладываю часть для содержимого сковородки в отдельную тарелочку потом мы это все сделаем красиво будем брать положим на хлеб и будем есть прикуску к супу пюре вы видите это будет вот так вот только не забудьте это сделать а то сейчас бахнете все туда и будет не совсем то что нужно и это еще раз доказывает что содержимое сковородки само по себе уже ну как бы полноценное блюдо все все укладываем я выключаю там температура не упала все все готово сейчас будем шуровать бланк все все готово он такой пушистый стал даже у опа итальянский суп из чечевицы готов встречайте так ну что ломаем стереотипы которые за долгие годы сложились в наших умах в мозгах о чечевистном супе что это так как-то некрасиво вот смотрите какая красота вот вообще очень красиво оливковое масло зелень пармезан то кто постится соответственно пармезан откладывает в сторону подвигает и на хлеб надо вот эту штучку вот красота вот так вот смотрите какая штучка это же базилик смотри слабо итальянский суп из базилик это супер супер немного в каждую тарелку зелененького базилика это вообще фантастика Даже жалко перемешивать, он такой красивый. Уж что-что, а первый-то стереотип о некрасивых супах из чечевицы мы разрушили, я думаю, даже не пробуя суп. Вот он, даже перемешали, ты что-то красиво, посмотрите, зеленые листья, все там, ну, по идее, по сценарию, я туда даже кинзу кидал, вообще обалденно, перерывал, много зелени, этот суп терпит, терпит, поверьте мне, много зелени, больше можно зелени, прямо брать, еще кидать, возьму, еще кидать, мне нужно сначала попробовать, чтобы именно вот этот вариант с такой, с турецкой чечевицей попробовать. Вообще улёт. Вот шестой суп, с каждым разом все лучше и лучше. Значит, решено, приоритет лучше отдавать вот этой турецкой яркой маленькой чечевице, ну и делайте все, как написано у нас в описании и вы видели в видео. Пармезан соленый, не забывайте, он добавит соли, в зависимости от того, сколько вы добавите пармезана, естественно, не знаю даже, что сказать. Чечевица, овощи, все есть. Можете даже вот это вот чуть-чуть сюда положить, для того, чтобы было еще лучше. Эта штучка тоже сделана в лучших современных и вообще классических традициях Европы. Поверьте мне, это надо делать и вот вы попробуете и будете делать это постоянно. Запишите, понравится и будете этим делом пользоваться. Приходите к нам еще на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь в Инстаграм, в ТикТоке и прочее, прочее. Там все в описании найдете. До свидания, будьте здоровы!